Всем привет! Спасибо, что пришли. Знаю, 10 утра, второй день. Это прям испытание целое. Я сам еле пришел, но все хорошо. Надеюсь, все попили кофе. Все счастливы, довольны. Окей, можем начинать. Всем привет! Меня зовут Олег. Я работаю продакшн-инженером в Facebook. Занимаюсь я многими проектами, один из которых — DNS, о котором я вам сегодня и расскажу. Презентация будет довольно техническая, так что я надеюсь, все присутствующие имеют хоть какое-то представление о DNS. Окей. Если у вас останутся вопросы, или вы просто заходите со мной связаться, пообщаться, пожалуйста, свяжитесь со мной через LinkedIn. Мой логин указан на слайде. Все знают пути. Слайды будут на английском, но вы не удивляйтесь, я буду все равно все объяснять и показывать. Если у вас останется вопрос, пожалуйста, сохраните их до конца презентации и спросите там. Окей, я думаю, с приветствием закончили, можем начинать. В Facebook мы оперируем в огромном масштабе. Миллиарды пользователей и терабиты трафика заставляют нас постоянно оптимизировать систему и искать пути, чтобы уменьшить нагрузку и улучшить качество сервиса. И даже, казалось бы, такой простой, понятный, древний сервис, как DNS, становится большим и интересным проектом. Сегодня мы поговорим о трех основных использованиях DNS в Facebook. Как мы балансируем нагрузку и при чем здесь DNS. Как ресурсные записи попадают в нашу глобальную инфраструктуру. И, наконец, что такое докфудинг и как мы используем его, как мы используем DNS в его организации. Просто чтобы напомнить, в самом простом случае клиентский запрос выглядит следующим образом. Клиент делает DNS-запрос и получает IPv6-запись. На самом деле мы активно продвигаем IPv6 и у нас даже есть регионы, где нет IPv4 вообще. Как вы знаете, обычно в DNS используется UDP, хотя в некоторых случаях может использоваться TCP. Следующим шагом является установка HTTPS-соединения и отправка того самого GET-запроса. Выглядит все просто и привычно. Все мы видели это много раз. В далеком 2011 году команда трафика решила измерить качество работы в Facebook во всем мире. Основной метрикой выбрали сетевую задержку соединения с серверами Facebook. В то время у нас было только три дата-центра и все они находились в США. Как вы видите, у пользователей в Северной Америке было наилучшее качество сервиса. Однако, чем дальше пользователи находились от дата-центров, тем хуже становился опыт использования Facebook. Мы не могли так просто взять и построить дата-центры по всему миру. Поэтому команда стала думать, как уменьшить сетевые задержки и улучшить качество пользования сервисом. На текущий момент мы анонсировали 12 дата-центров. Ситуация, разумеется, улучшилась. Однако, как вы все еще можете видеть, большинство из них находятся в Штатах. Давайте посмотрим на простой пример, где пользователь из Кореи подключается к одному из наших дата-центров в США. Сетевая задержка в одну сторону через океан — это, конечно, примерная задержка, но более-менее правильная — составляет 75 миллисекунд, что не так долго, казалось бы. Но мы с вами скоро увидим, почему это плохо. Давайте разобьем один простейший HTTPS-запрос на составляющие и посмотрим с точки зрения протоколов. Мы все знаем, что установка TCP-соединения потребует от нас рукопожатия состоящего из трех шагов. син, синак и ак. Для этого нам понадобится как минимум один раунд-трип, что займет 150 миллисекунд. Затем нам нужно установить TLS-соединение. Это четырехэтапное рукопожатие, которое потребует от нас два дополнительных раунд-трип. Ну и, наконец, мы можем отправить тот самый HTTPS-запрос, ради которого все и затеивалось. Для этого нам понадобится еще один раунд-трип. Итак, чтобы просто сделать простой базовый запрос, нам понадобится ужасающий 600 миллисекунд. Решение так называемый Point of Presence, точки присутствия, или просто POP. По факту несколько серверов и роутеров, которые терминируют TCP и TLS и проксируют оригинальные запросы в дата-центры. Они разбросаны по всему миру, и мы постоянно добавляем новые. Мы стараемся устанавливать их максимально близко к конечным пользователям. Давайте теперь посмотрим, как улучшится сетевая задержка для все того же пользователей из Кореи, если TCP и TLS будут терминироваться с серверами в том же регионе, а не с дата-центром. У нас есть POP в Азии, круговая задержка для которого составляет 30 миллисекунд. Установка TCP и TLS теперь займет всего лишь 90 миллисекунд вместо 450. И теперь мы можем отправить тот самый HTTP-запрос и проксировать его через океан. Общее время составит всего лишь 240 миллисекунд. Просто из-за того, что мы добавили несколько серверов поближе к пользователям, мы уменьшили задержки более чем в два раза. А как же устроен POP внутри? На самом деле примерно так же, как и дата-центр, только в гораздо меньшем масштабе. Клиентский запрос попадает на один из наших роутеров и по ECMP на балансировщики нагрузки. Основная разница между POP и дата-центром здесь в том, что у нас нет веб-серверов и пользовательский запрос просто проксируется в основной дата-центр по заранее зашифрованному туннелю. Все это звучит здорово, да? Но как же мы решаем, на какой POP отправить пользователя? Очевидно, нам нужен какой-то дополнительный метод балансировки нагрузки, на который мы можем активно влиять. Нам на помощь приходит DNS и наша система Cartographer, которая постоянно изменяет и измеряет наше видение карты интернета. Как же мы решаем, на какой POP отправить пользователя? Вот несколько метрик и критериев, которыми мы руководствуемся. близость к пользователю. Если вы когда-либо пробовали делать TraceRoot, то могли заметить, что маршруты в интернете не всегда выглядят так, как вы себе их представляли. Провайдеры зачастую оптимизируют сеть под свои нужды, не сильно заботясь о пользователях конкретного сайта. Опять же, очень важно понимать, что физическая близость к POP не значит, что он самый близкий по сети. Загруженность. Как мы уже знаем, POP состоит из серверов и роутеров, ресурсы которых конечны. Один POP физически не сможет обслуживать всех пользователей в регионе, поэтому мы как минимум должны обратить внимание на утилизацию POP. Состояние. Помимо очевидного выхода из строя, сам POP может быть в отличном состоянии, а вот провайдер испытывает трудности. Наиболее частой причиной отказа бывает обрыв кабеля или даже отсутствие электричества, особенно в проблемных регионах. В некоторых локациях даже электричество периодически выключают на ночь. Если у нас недостаточно данных, мы все еще можем учитывать физическую удаленность. Так как же мы меряем ту самую близость к пользователю? При помощи нашей системы, которая называется Sonar. Примерно каждый 40-тысячный запрос мы отправляем на неоптимальный POP. Например, вместо ближайшего POP в Азии ваш запрос на Аватар, например, может быть оправлен даже на другой континент. Несмотря на то, что это происходит не так часто и пользователи не замечают этого, мы все еще получаем очень много данных и очень неплохой сетевую карту интернета. Итак, картографер это система, которая получает в сети данные, создает карту и решает, какой IP-адрес вернуть пользователю на запрос, на DNS-запрос. Вся карта обновляется примерно раз в минуту, и мы можем активно реагировать на любые изменения в сети. DNS-карта еще известна как Split Horizon DNS, где в зависимости от IP-адреса клиента мы можем возвращать разные результаты. Это открытый стандарт, и каждый может его внедрить у себя. На этом слайде вы видите еще одно представление процесса, где пользователи приходят через разных провайдеров и получают IP-адрес наиболее оптимального для них POP. Процесс доставки DNS-записей и карты на сервера выглядит следующим образом. Cartographer генерирует DNS-карту в формате для TinyDNS. DNS-паблишер компилирует этот файл в базу данных CDB, запускает целую кучу тестов и начинает раздачу через нашу торрент-инфраструктуру. Все это оркестрируется через Apache ZooKeeper. На самом сервере все еще раз тестируется и база данных подменяется. На этом слайде показан Cartographer в действии. зеленая линия подписанная как Capacity Limit указывает на лимит производительности. До появления Cartographer особенно по вечерам нагрузка на некоторых POP здесь она отмечена красной линией подписанной как User Demand была значительно выше чем они могли обеспечить. Однако другие POP были не догружены в это же время. В некоторых случаях это вызывало отказ в работе или в плохом качестве сервиса. Однако как только мы смогли использовать данные с POP мы смогли лучше балансировать нагрузку и использовать оборудование максимально эффективно. Синяя волнистая линия прямо на границе с лимитом производительности демонстрирует успешность работы Cartographer. так выглядит утилизация POP в Европе. Вы можете видеть как в разных временных зонах просыпается все больше людей и в какой-то момент мы достигаем лимита производительности. Cartographer отлично реагирует и балансирует трафик между регионами сдвигая пользователей на альтернативный POP. А это как выглядит утилизация на глобальном уровне, где слева на графике видна успешная утилизация POP в США, а справа в Европе и остальных частях света. Надо все же упомянуть о проблеме с публичными DNS-резолверами, такими как Google DNS. В справедливости ради, конкретно с Google DNS дела обстоят не так плохо, как с другими резолверами. Как вы помните, наш корейский пользователь подключался через POP в Азии. Однако, если он использует публичный DNS-резолвер, то ситуация становится гораздо хуже. Совсем не факт, что публичные DNS-сервера находятся близко к пользователю. Вернее, очень часто это совсем не так. Давайте представим себе, что пользователь попал на сервер публичной DNS-инфраструктуры где-нибудь в Канаде. Этот сервер начал рекурсить и, разумеется, попал на ближайший к нему POP. Из-за того, что клиентом для нас является сервер публичной DNS-инфраструктуры, мы вернем адрес POP наиболее оптимального для него, а не для оригинального пользователя. Ну и теперь пользователь обречен ходить через океан для каждого запроса. Теперь давайте поговорим о том, как устроена внутренняя DNS-инфраструктура. Сразу отвечу на главный вопрос, зачем отдельная инфраструктура? Все просто. Безопасность и производительность. Например, мы не хотим делать доступными имена серверов извне. Ну и, конечно же, DNS-сервера, сервис DNS должен быть максимально близко к сервисам в дата-центре. В то же время, DDoS на внешнюю DNS-инфраструктуру не должен влиять на работу внутренних сервисов. Хотя, с другой стороны, конечно, внутренняя и внешняя инфраструктура организованы довольно схожим образом. Давайте рассмотрим типичный DNS-сервер. По Anycast запрос попадает на опенсорсный кэширующий рекурсивный Unbound, который пытается получить ответ от авторитативных DNS-серверов. Те, в свою очередь, разделены на шарды. И таких шардов у нас много для быстроты распространения и дублированной для отказа устойчивости. Каждый шард это авторитативный тайный DNS. Мы используем стаб-зон, чтобы балансировать трафик и распределять его с Unbound по ним. Вы могли заметить, что Unbound Local рекурсит только на внутренние DNS-сервера. Это сделано сознательно для безопасности. В то же время у нас есть отдельный резолвер, который только отдельные проекты могут использовать и который уже умеет рекурсить в интернет. Вот так выглядит типичная стаб-зон конфигурация для Unbound. Правда, для этого шардинг пришлось организовать по DNS-зонам, что вылилось в довольно большой конфиг для Unbound, около 2 мегабайт. И сихап на релоуд занимает довольно продолжительное время. Хотя в целом от использования Unbound у нас только положительные впечатления. Он идет в ногу со временем и даже поддерживает и DNS, о котором мы еще с вами поговорим. Таких типичных DNS-серверов у нас очень много. И чтобы балансировать трафик между ними, мы используем ExoBGP демон, который через BGP-сессию Store или Top of Rack Switch анонсирует одинаковый VIP с каждого сервера. Работать с ExoBGP очень просто. Нужно всего лишь создать файл на диске и обновлять его каждые несколько секунд. Контент этого файла тривиальный. Вам просто нужно указать IP-адрес, который вы хотите анонсировать и адрес BGP-устройства, который умеет принимать сессии с нескольких источников. Если обновление файла не произошло, сессия устаревает и Switch удаляет маршрут до хоста. Или же вы можете удалить маршрут сами, просто заменив Announce на Withdraw в файле. Кто же делает изменения в DNS-записях? Во-первых, сами инженеры делают записи. Изменения в записях. Покупка новых компаний, валидация доменов и так далее. Все это требует возможности изменять записи вручную. Однако люди могут допускать ошибки, наиболее действенным методом поимки которых является код-ревью. И тут, даже тут мы автоматизировали процесс. У нас есть линтер, который проверяет на самые распространенные ошибки, такие как дубликаты, неправильный формат данных или циклы. После того, как изменения попали в конфигуратор, в нашу внутреннюю управление, систему управления конфигурациями, оттуда они попадают уже на DNS-срра. Вот пример совершенно валидных с точки зрения DNS-записей, которые могут быть логически неверными. И если первая запись совершенно верная, то две другие представляют собой неочевидные для человека ошибки, которые могут теоретически положить весь сайт. Например, мы не хотим отправлять трафик на IP-адрес, который нам не принадлежит. Однако люди могут сделать такую простую ошибку. Но в основном, конечно же, сами сервера изменяют данные в DNS. Каждая новость сервера-контейнер попадает в нашу систему. Конечно же, мы должны убедиться, что этот процесс максимально быстрый, безопасный и надежный. Для того, чтобы записи серверов попадали в наш DNS, у нас существует специальный фреймворк, написанный на питоне. У меня отдельное отношение к питону, но мы его используем просто потому, что это очень популярный язык, и все команды могут легко его освоить и использовать. Отдельные команды могут создать свой уникальный таск, который будет экспортировать данные из абсолютно любого источника данных к нам в систему. Хорошим примером здесь будет Apex. Данный таск следит за микросайтами, расположенными на внешнем облачном провайдере. После получения IP-адреса он добавляет запись в наш DNS. Существует множество других таск, таких как Auto Discovery, например, который добавляет адреса сетевых карт и устройств. Подобного рода таски через наш open-source RPC Trift пишут в DNS Mutator. сервис написан NNGO, который агрегирует и валидирует данные. Если новые данные не прошли проверку, Mutator оставляет старую версию и сообщает об ошибке дежурному. Если данные прошли проверку, они записываются в ZooKeeper. Нужно упомянуть, что в ZooKeeper они все еще хранятся независимо друг от друга и даже хранятся в разных Xenot. После того, как данные попали в место хранения, мы переходим к следующему шагу, объединению и логической валидации. Prezenter сервис написанный на Go, который из множества независимых источников генерирует один файл в TinyDNS формате. Заодно он проверит, что между записями нету дубликатов и конфликтов. Если они все же есть, Prezenter расставит приоритеты, где, например, записи, созданные вручную, имеют наибольший вес. Вот так выглядит полная версия DNS Pipeline. Как и в случае с картографером, Publisher превращает результаты работы Prezenter в базу данных CDB, запускает тесты и начинает раздачу через нашу торрент-инфраструктуру. TinyDNS поддерживает StickHub на Reload, что еще больше ускоряет процесс. А еще пара Presenter Publisher продублирована для разных шардов, что тоже ускоряет процесс. Несмотря на то, что Pipeline выглядит довольно сложно, с большим количеством проверок и компонентов, большинство данных проходит через нее и распространяется на сотни DNS-серверов по BitTorrent всего лишь за пару минут. Как вы можете видеть, как минимум в пяти местах у нас производится проверка данных, что помогает предотвратить серьезные инциденты. В какой-то момент записи даже распространялись настолько быстро, что мы с ужасающей регулярностью начали убивать SSD-диски. Чтобы избежать этого, мы переместили базу данных CDB в TMPFS. Тем самым сэкономили кучу ресурсов и еще больше ускорили работу DNS. Прелесть этой Pipeline еще в том, что нам совершенно не нужно ничего менять, если мы добавляем или удаляем DNS. сервера. Каждый клиент, каждый сервер имеет полностью независимое представление. И чтобы добавить новый сервер, нам просто нужно установить нужный софт на него. Все же надо сказать пару слов про CDB, про которые я уже несколько раз упомянул. CDB расшифровывается как Constant Database и не случайно. Ее невозможно изменить, можно только пересоздать. Написанное Даниэлем Бенштейном, автором TinyDNS. Это безумно быстрая база данных за счет неизменяемости и отсутствия локов. Однако с ней не очень просто работать. Код сильно запутан, где, например, есть множество однобуквенных переменных. Ну и, конечно же, такая частота обновления в основном репозиторий не может не смущать. однако, несмотря на это, так никто и не сумел ее хакнуть и получить свою обещанную награду, которая, если я не ошибаюсь, была от тысячи долларов. Сама CDB получается из текстового файла, записанного в определенном формате. У меня лично этот формат вызывает ужас и недоумение. Если немного разобрать формат для IPv4 записи, то первый символ, тут он указан как плюс, означает, что это запись A-типа. TTL вместе с Timestamp могут выполнять разные функции. Если указать TTL в 0, то Timestamp будет как раз тем временем, когда запись появится онлайн, что довольно удобно. LO как раз является тем самым механизмом для Split Horizon DNS, который так эффективно используется картографером. Вместо LO по факту вы можете указать клиентскую подсеть, и только для нее вот эта запись будет возвращаться. Теперь немного статистики по нашей DNS. Большинство запросов, и это измерено с клиентов, выполняются менее чем за 10 миллисекунд. Суммарно у нас несколько гигабайт DNS записей. С таким количеством проверок ошибки очень сложно попасть на прот. И, честно говоря, я не помню ни одного серьезного инцидента за долгое время. Прохождение через pipeline занимает до 5 минут, обычно около одной минуты. Это значит, что с момента, как вы, как инженер, создали запись в своей базе данных, в своем приложении, мы будем отдавать IP-адрес в течение одной минуты. За счет шардирования достигается еще большая скорость распространения данных. Нельзя, конечно же, не упомянуть и о надежности нашей системы. На каждом сервере Facebook у нас установлена специальная проверка, которая резолвит тестовые записи. Причем эти записи рандомизируются, чтобы избежать получения ответа из кэша Unbound. Все эти данные отправляются в нашу систему мониторинга, и мы получаем алерты, если качество сервиса ухудшается. Причем поскольку сервис все еще использует в основном UDP, потери могут быть связаны как сетью, так и с загруженностью самого клиента, например. Несмотря на это, в общем случае запрос клиенту не приходит только на один из десяти миллионов запросов, что является довольно неплохим результатом. Dogfooding — это очень интересный термин, который широко используется в IT-кругах. По факту это означает, что если бы мы производили собачий корм, то были бы настолько уверены в его качестве, что ели бы его сами. Так и с нашими сервисами. Мы настолько уверены в них, что используем альфа-версии, чтобы тестировать последние фичи и баги. Так при чем есть DNS, спросите вы? Как вы помните, пользователи делают запрос к нашему внешнему DNS и получают IP-адрес наиполе оптимального для них расположения. Во внутреннем же DNS Авторитативный сервер спрятан за Unbound, который обеспечивает рекурсию. Это значит, что все запросы от Unbound будут приходить к тайне DNS, и тайне DNS не будет знать, кто оригинальный клиент. На самом деле многие могли заметить, что это та же самая проблема, что и с публичными DNS-резолверами. Совсем недавно еще эта проблема решалась оригинальным методом. У нас был DNS-IT, мы его называли, состоял он еще из одной пары Unbound и Tiny DNS. Unbound был сконфигурирован таким образом, что если на него приходили запросы для facebook.com, instagram.com или других докфудинг-доменов, мы возвращали ответ с локального Tiny DNS, который возвращал докфудинг IPs. В остальных же случаях он рекурсил в прот. Эта хитрость работала довольно стабильно, но добавляла сложность системе. Вообще, вопрос с рекурсивными серверами между клиентом и авторитативным сервером волнует не только нас. Google, Amazon, другие компании все сталкивались с этим ограничением. И также, как вы помните, это периодически влияло на работу картографера. К счастью, не так давно и постепенно набирает все большую популярность расширенный стандарт для DNS, так называемый и DNS. Суть проста. Клиент или авторитативный сервер, извиняюсь, клиент или рекурсивный сервер добавляют оригинальную клиентскую подсеть прямо в DNS-пакет, который через сколь угодно рекурсивных серверов доходит до авторитативного сервера. Если вам сложно это представить, можете подумать о X-Forwarded-For HTTP-заголовке из веб-мира. Вот пример TCP-дампа без и DNS и с и DNS, где в DNS-пакете отчетливо видна сеть, которую мы передали. Теперь мы можем с легкостью избавиться от DNS-IT, и уже знакомая нам схема будет выглядеть значительно проще, где рекурсивный Unbound просто добавляет в и DNS информацию о подсети, в оригинальной подсети, и передает ее авторитативному серверу. И теперь мы можем с легкостью вернуть DogFooding IP нашим сотрудникам и Production IP внешним. В заключении бы хотелось сказать, что несмотря на то, что протоколу DNS уже более 30 лет, на его основе можно делать очень серьезные улучшения, которые помогут экономить много времени и денег. Мы смогли уменьшить сетевые задержки для внешних пользователей и обеспечить DogFooding для внутренних пользователей. И поскольку протокол не стоит на месте, очень скоро вы можете увидеть интересные решения, такие как DNS over HTTPS. Практически все эти решения вы можете собрать самостоятельно на базе опенсорсных компонентов. Про большинство я уже рассказал, некоторые упустил. Например, ProxyGen это высокоуровневый балансировщик нагрузки. Вы можете сравнить его с Nginx одной из функций. HHVM это наш рантайм для нашего собственного диалекта PHP, который называется HAC. IPVS мы используем для низкоуровневой балансировки. Про остальное я более-менее рассказал. На этом все. Спасибо за внимание. Привет. Такой вопрос. Ты рассказал схему доставки изменения DNS записи до ваших серверов. Да. Там получалось примерно 2 минуты. Но для L3 балансировки или для серверов физических все более-менее понятно. Эти тайминги достаточны. Но у вас наверняка внутри есть контейнер, система управления контейнерами. И у каждого контейнера, как правило, есть всегда свой IP-адрес. И сервисы, скорее всего, часто делают Discovery на DNS-based Discovery. И хочется понять, как вы с такой интеграцией живете именно в контейнерном мире. Потому что кажется, что 2 минуты плюс кэширование, которое еще на DNS с TTL происходит, оно уже дает большие задержки по сравнению с той скоростью, с которой контейнеры по системе Deployed. Да, хороший вопрос на самом деле. То есть, во-первых, сами DNS-сервера у нас не используют контейнеры. Мы используем только bare metal железки. Действительно, у нас постоянно появляются, исчезают новые сервера. Контейнеры и нам нужно добавлять для них активно записи. На текущий момент это действительно происходит в течение одной минуты. То есть, мы использовали разные шарды, я упомянул. И вот именно контейнеры, они используют отдельный шард. И насколько я помню, это один из меньших шардов. То есть, на самом деле, propagation для конкретно вот этого шарда для Tupperware, Tupperware это наша система контейнеризации, занимает около одной минуты. Вот. То есть, это пока что минимум, который мы можем обеспечить, но у нас в планах есть большое улучшение, которое, например, поскольку у нас используется такая система, которая называется, у нас две системы, на самом деле есть. Одна называется Isla, про которую есть много разговоров публичных, и вторая называется IPPortusk. То есть, у нас есть контейнеры, каждому добавляется IP. Вот. И те IP мы можем предсказывать на основе каких-то параметров. и у нас сейчас есть в планах, чтобы мы эти IP прямо отдавали из самого DNS, генерируя по тому же алгоритму. То есть, у нас не будет пропагейшена вообще. То есть, это приходит DNS, мы даже lookup в базу данных не будем делать, в CDB, мы будем напрямую это отдавать. То есть, вот это есть в планах. Но пока что, да, у нас есть ограничения в одну минуту, то есть, контейнер стартует, и да. Но, справедливости ради, к контейнерам мы подключаемся не по DNS в основном. У нас есть специальные утилиты, которые schedulеры тех самых контейнеров обеспечивают и тебе предоставляют. То есть, ты делаешь TW, как Tupperware SSH, дальше контейнер, и он уже попадает, потому что он ходит в scheduler, он знает IP-адрес, то есть, мы ходим без DNS в контейнеры. То есть, это не то, что прямо острая супер-проблема, но да, хороший вопрос. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос. Спасибо вам, в первую очередь, за доклад. У меня вопрос про составную часть DNS, а конкретно про TLS. Я видел на одной из схем у вас менее 100 миллисекунд на handshake, и хотелось бы, может быть, если вы знаете, приоткрыли бы завесу, как вы достигли результата 90 миллисекунд для handshake. Сейчас я промотаю туда по-быстренькому. Не то, не то. Мы сейчас говорим вот про этот слайд. Да, да. Вот зараза какая. Да, то есть, четырехэтапное рукопожатие с точки зрения сетевых задержек мы рассматриваем. То есть, про то, что там генерация занимает некоторое дополнительное время, мы здесь не упоминаем. Но за это приходится платить в любом случае. Но как еще происходит оптимизация, и в принципе мы используем это, насколько я помню, что в некоторых случаях можно обойтись даже двухэтапным handshake, если этот сервер когда-то недавно уже был использован. То есть, вот это вот время, которое может добавиться на генерацию ключей, мы используем на, мы отсекаем на том, что это повторное подключение, и мы используем только двойной handshake. Я очень много про это рассказать не смогу, к сожалению. Я не в этой команде работаю. Я больше именно по DNS специализируюсь. Но да. Вот. Все, что я могу ответить на этот вопрос. Спасибо большое за доклад. Меня зовут Артем, я из компании Одноклассники. Хотел бы спросить, в последнее время DNS стал тем местом, куда больше всего, через которое хакеры проникают в сети и атакуют клиенты за счет подмены и так далее. Инвалидация кэша, и поэтому есть прям тенденция, и на самом деле она уже довольно-таки старая, защищать DNS. Появляются DNS-скрипты, подписи, DNS-зоны и так далее. Можете вкратце чуть-чуть рассказать про это? Внедрено или нет? У нас было довольно много экспериментов. DNS-сек еще. Да, я понял, да. У нас было довольно много экспериментов, с этим мы пробовали и DNS-скрипты, и DNS-сек, и на самом деле мы активно контрибьютим прямо сейчас. Вот почему я упомянул DNS-over-HTTPS. Вот. То есть вот эти все методы защиты мы действительно пробуем и пользуем в каком-то мере их тестируем. Проблема в том, что мы еще пока не выбрали, потому что если мы делаем это, мы делаем это хорошо, и DNS-сек все еще довольно в плохом состоянии, то есть, например, tiny DNS-с коробки его не поддерживает, нам приходится его самим имплементировать. Вот. И если мы сами имплементируем, мы можем это сделать не очень хорошо, и из-за этого это может быть какая-то опасность еще большая, например, когда все доверяют, а мы плохой сервис проводим. Вот. Из-за этого мы все-таки не анонсируем это и мы еще не говорим, что это готово, но мы активно работаем действительно в этих направлениях. Но пока что DNS-over-HTTPS выглядит наилучшим образом. Мы активно участвовали в RFC, когда устаканивали, что конкретно мы хотим, что мы видим в будущем. Вот. То есть в будущем HTTPS, скорее всего. Я понял. Спасибо большое. Привет, спасибо за доклад. Вопрос такой. Вы говорили, что записей настолько много, что базы получаются в районе нескольких гигабайт, их перезагрузка занимает довольно долгое время. Не приводит ли это к тому, ну, вернее, понятно, что не приводит. Как вы решаете проблему с тем, что DNS-сервера вынуждены постоянно перезагружать большие базы и заниматься только этим? Да, то есть тут немножко мы перемешали парочку терминов. То есть Reload долгое время занимает у Unbound на его конфигурацию, потому что 2 мегабайта конфиг, большой конфиг, Unbound просто никогда по факту не используется с таким здоровым конфигом. С CDB, конкретно с базой данных для TinyDNS, у нас таких проблем нет, потому что она поддерживает SIGHUB на Reload. И по факту, поскольку мы еще храним это в TMPFS, то этот SIGHUB занимает миллисекунды. То есть TinyDNS, он действительно тупой, он действительно однопоточный, и он действительно подвисает на миллисекунды, потому что мы делаем ему SIGHUB. Но по факту, этот SIGHUB делает только mmap. То есть он просто перемапливает файлик, который уже лежит в TMPFS в памяти. То есть это происходит реально моментально, и мы действительно… Это вообще не проблема для нас. То есть Reload занимает миллисекунды. Вот. Спасибо за вопрос. Привет. Спасибо за доклад. Алексей Учеркин, IQ Option. Вот ты сказал, что с помощью EGDNS вы можете получать IP-адрес исходного клиента. То есть он через рекурсор попадает, либо напрямую. Как осуществляется геобалансировка? То есть вы используете какой-то своих партнеров, допустим, или вы сами вычисляете георасположение, ну то есть вот близость клиента к попу? Сейчас я тоже… На самом деле это так… Ну ладно, неважно. На самом деле, то есть у нас много пользователей пользуются Facebook. И в вашем регионе, ну предположим, вот прямо из Москвы возьмем пример, в Москве много людей пользуются Facebook. И мы знаем примерно, из какой точки Москвы сколько задержка происходит, потому что мы постоянно, каждый сорокатысячный запрос, как я упомянул, мы постоянно отправляем на различные поп и пробуем их. И у нас есть база данных в нашей внутренней системе, в которой мы… Ваша? Да, это наша система, в которой мы храним эти записи. И мы говорим, окей, вот из этого региона, от этого провайдера, более-менее вот до этого места такая вот задержка. И мы постоянно это пробуем. И, например, если поп какой-нибудь очень сильно загружен, мы говорим, окей, пользователь, ты можешь сдвинуться на соседний, потому что там загрузка тоже довольно, более-менее приемлемая. Хорошо, спасибо. То есть, то, что вы это делаете сами, это какая-то необходимость? Ну, то есть, просто потому, что, допустим, ваш партнер, не знаю, тот же Акамай, занимается примерно тем же самым. То есть, вы это делаете сами почему-то, или вот так, не знаю, так исторически сложилось? То есть, то есть, две разных есть тоже вещи. А Акамай – это CDN, который… Ну, не только, да. Ну, мы его используем как CDN, и то очень мало, на самом деле, там меньше, чем какой-то малюсенький процент. Сейчас я боюсь сказать что-нибудь лишнее, но неважно. Суть в том, что вот картографер мы используем до так называемых динамических запросов, когда пользователи приходят получить там основную веб-страницу. Когда им нужна статика, и, например, вот ваш News Feed, ваша лента новостей, когда вы на нее смотрите, мы уже заранее инжектим вам туда, потому что мы знаем, где вы находитесь более-менее, мы туда инжектим адреса POP, который более-менее для вас оптимален. Ну, в районе, да, то есть там плюс-минус полмира. Вот. И это вторая, то есть это отдельный разговор про это можно вести, как наш CDN работает. Но поскольку это все сконцентрировано на POP, то по факту первый динамический запрос мы балансируем, просто выдав вам правильный адрес, а потом ваша News Feed, которая, она формируется абсолютными URL-ами на ближайший к вам POP. Окей, спасибо. Вот. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Правильно я понимаю, что exoBGP используется для связи Unbound и TinyDNS? То есть exoBGP это отдельный демон, который запущен на сервере и интерфейс с ним взаимодействия один из интерфейсов это просто файл. Мы в этот файл пишем вот этот IP-шник, который может быть в RFC 19, 18, если я правильно помню, внутренние IP-адреса, приватные IP-адреса. Мы просто ему говорим, пожалуйста, анонсируй вот этот IP-шник с меня на switch. Мы и exoBGP и вот на этом IP-шнике может быть запущен Unbound, может быть запущен TinyDNS, может быть запущен ваш собственный сервис, Apache, что хотите, неважно, это просто IP-адрес, любой рандомный. Вы просто говорите, пожалуйста, switch, который наверху, за меня анонсируй, что я здесь нахожусь. И много серверов так делают, и switch уже просто балансирует нагрузку между IP-шниками вот этими. Под switch подразумевается именно Unbound в данном случае, правильно ли? Нет, нет, нет. То есть это физическое устройство, мы его называем Top of Rack switch, то есть у нас есть стойка, в ней куча серверов, на самом верху, Unbound, как вот на сервере, который запущен, это просто сервис, это можно абстрагироваться от него, представь, что это Apache, что это Tiny, что это Unbound, что это что-нибудь другое, неважно. Он должен работать на каком-то IP-адресе, правильно? Что мы делаем, это мы анонсируем этот IP-адрес к switch и говорим, я здесь нахожусь, а до меня такая-то метрика хопов, сколько там до меня прыгать. Вот. Ну и вторая часть, ну второй вопрос про BGP. Рассматривали ли вы вариант следующий, когда клиенту возвращается некий IP-адрес, вот, и этот IP-адрес через BGP, соответственно, анонсится там с одной, с другой и так далее, и уже провайдеры выбирают кратчайший маршрут, ну, рассматривали этот вариант вместо картографера и вместе с ним. Ну, то есть это было до картографера по факту, то есть мы изначально пользовались, это самый простой метод на самом деле, когда вы анонсируете одинаковый IP с кучей разных мест, и провайдеры уже сами решают, куда вам идти. Но, во-первых, провайдеры делают это плохо, и это очень долго, очень сложно контролируется и долго обновляется. То есть если вы захотите выключить этот POP или на нем огромная нагрузка, вы начинаете там меньше анонсировать, пока это все расползется по интернету, ваш POP уже дымится будет. Вот. Мы его используем, вот этот метод, для того, чтобы изначально, вот там был слайд, когда внешний, когда публичный DNS-сервер пытался зарекурсить. И вот этот вот самый публичный DNS-сервер, он попал на ближайший POP по DNS, то есть он узнал наш авторитативный DNS, у него a.ns.facebook.com. Вот этот IP-адрес, который, он действительно работает вот именно по такой вот системе, как вы описали. То есть вот этот вот первый, попасть на любой ближайший DNS, работает именно так. Но дальше мы используем Cartographer, просто потому что это а, быстрее, б, более предсказуемо, и у нас лучший контроль over it. Не знаю, сказать. Спасибо за вопрос. Здравствуйте. Алексей, МТС. Скажите, пожалуйста, а как вы определяете, собственно, ближайшего клиента и вообще его адреса, если DNS не поддерживается паблик-резолвером? Ну и бывает так, что не присылают, просто их много. Не до конца понял вопрос в плане DNS. Ну, если к вам не приходит и DNS, то что делать? То есть мы по умолчанию работаем без ADNS, то есть к нам приходит, то есть обычно клиенты ходят через своего провайдера, то есть вы сидите дома, у вас есть какой-то там провайдер, этот провайдер приходит к нам, как вот рекурсивный DNS-сервер, да, у них есть, как правило, у провайдеров. Они приходят к нам и говорим, окей, с этого провайдера мы знаем, что примерно вот такой-то latency. И мы просто записываем это все в нашу базу данных, и поскольку клиентом является именно провайдер, не конечный пользователь, потому что конечный пользователь скорее всего сидит за NAT, у него там куча фаерволов и прочего, к нам приходит именно рекурсивный сервер от провайдера, и мы уже знаем, что вот этот сабнет, который там провайдера слэш, не знаю, в IPv4 там слэш, пусть будет 24, неважно, приходит к нам и мы знаем, что для слэш 24 вот эта вот сеть, мы вот вернем вот этот адрес поп. Нет, это вы говорите про провайдерские, а я говорю про публичные. Да, про публичные DNS, если они нам не передают и DNS, то это проблема действительно. И чего делаете, вот вопрос, собственно, в этом. Ничего не делаем. То есть мы ожидаем либо и DNS, и, честно говоря, то есть я упомянул, что у Google не так все с этим плохо, по двум на самом деле причинам. Первая, Google передает и DNS, то есть когда мы приходим, когда клиент приходит к DNS, они записывают вашу подсеть оригинальную и передают ее, то есть если вы поддерживаете, вы уже можете этим пользоваться. И второе, это то, что Google тоже делает. Они выход из их инфраструктуры, то есть их публичный DNS сервер, это тоже не один единственный сервер, он не с восьмерок к нам приходит. Вот, что они делают, они на самом деле понимают, где мы находимся, и они присылают нам пакет с IP-адреса, который максимально близко к ним. нам. То есть они эту часть тоже оптимизируют. Но это только Google так делает. То есть там, если вы пользуетесь какими-то странными DNS резолверами, то этого, конечно, не будет, и вы будете мучиться, потому что мы не можем определить. Ну, тут другая ситуация, если не мы, а пользователи пользуются другими резолверами. Ну, понятно, да. Да. Спасибо, да, за вопрос. Сейчас, секунду. Скажите, а неужели вот такая оптимизация Handshake действительно стоит свеч? Да, очень стоит. Во-первых, это гораздо лучший опыт использования сервисами, то есть, когда пользователь не сидит и не ждет загрузку, и полсекунды, 600 миллисекунд чувствуется действительно для пользователя, и запросов мы делаем очень много, естественно, то есть, каждое обновление, то есть, это много действительно запросов, это действительно чувствуется. К разным записям. К разным Да. То есть, множество запросов к различным записям. У нас есть дополнительные сервисы, естественно, то есть, есть веб, есть дополнительные какие-то. То есть, мобильное приложение, оно ходит не обязательно к одной точке только. То есть, оно может ходить к разным дополнительным точкам. Спасибо. Продолжение следует...